В принципе, все в сборе. В этом году мы проводили в городе Плёсе первый всероссийский фестиваль гитарной музыки. Это было уникальное событие, очень интересное. Много СМИ было, наверняка многие из вас читали об этом мероприятии. Это Плёс, великолепнейший город, один из самых красивых городов. Не зря там обосновался Левитан в своё время, и все свои шедевры писал именно там. Там дом Шаляпина и много других великолепных мест. Это практически уже в красную книгу, можно сказать, занесён город своим оригинальным зодчеством, своей оригинальной архитектурой и, конечно же, Волгой. Мне особо приятно, что это проходит в Плёсе, потому что я сам волжанин. Из Саратова и Волга для меня это не пустой звук. Запах Волги, он, в общем-то, воспоминания детства навевает. И мне приятно, что организатором и инициатором являлся Михаил Мень, губернатор Ивановской области, который сам музыкант, сам гитарист. Хороший, великолепный гитарист. Но он как раз из тех людей, которые гениальные люди, они себя проявляют во всём. И сейчас он уже чиновник высокого уровня. И сегодня я сейчас представлю людей, которые со мной. Рядом в этом году второй фестиваль гитарной музыки. В том году хедлайнером фестиваля мы приглашали Генри Подавани. Это один из основателей группы Полис, которые со Стюрк Коплендом и со Стингом, собственно, в 1977 году, в январе месяце, записали первый альбом и начали работать. Вот. В этом году будет один день. В том году было два дня фестиваля. В этом году один день он будет проходить, но на двух сценах параллельно. И чтобы не было пауз. То есть одна сцена и метров сто будет вторая сцена. В разные стороны будет звук направлен. Люди могут полчаса времени на переподготовку музыкантов не ждать. Уйти ко второй сцене. И там будет, короче, фестиваль будет нон-стоп практически идти. Сейчас я представлю людей, которые сегодня здесь... Ну, давайте слева начнем эта группа. Это Роман Мирошниченко. Это гитарист с именем. Гитарист, который, в общем-то, в западных каталогах, который играл со многими выдающимися музыкантами Европы, Америки. И наверняка вы о нем много слышали. Дальше идет группа мастер, лекции Али Грановский. Группа мастер — это тяжелые тяжеловесы. Это группа, которая, в общем-то, покоряла и покоряет сердца миллионов с 80-х. И, надеюсь, долго-долго еще, потому что тяжелый рок, он, в общем-то, знаковый, показательный. А дальше Two Siberians, Юра и Артем. Это группа, которая, можно сказать, что вот за них точно не стыдно, когда они выезжают на свои гастроли в Америку, в Европу. Пару лет назад в Нэшвилле был громадный фестиваль, конкурс Country Music. И 12 тысяч групп участвовало, представляете? И меня переполняет гордость, когда я знаю, что русская группа заняла первое место. И не только там. Очень многие фестивали в Америке, их приглашают везде, и в Европе, и в Скандинавии. И они, в общем-то, настолько яркие и индивидуальные, самое главное, что у них свой почерк, чем могут похвастаться, очень и очень немногие. Сегодня они мастер-класс дадут, так что послушайте и наверняка не остайтесь равнодушными. Это великолепнейшая группа и гордость России. Рядом со мной сидит Дима Четвергов. Ну, Диму особо тоже представлять не надо, все его знают. Это один из лучших гитаристов России, Европы. У него свой мастер-класс международного уровня, своя школа. С Димой мы много лет вместе и работаем, и на сцене, и по жизни, и дружим. В общем, он тоже сегодня будет выступать и тоже своим творчеством расскажет о себе. Рядом со мной Михаил Суджан. Миша является педагогом великолепным гитарным. И, в общем-то, он готовит поколения и поколения, и много молодых людей, которые занимают достойные места на фестивале, которые являются гордостью тоже. И, извиняюсь, даже не знал, он оказывается заслуженный работник культуры России. Сергей. Я тоже таковым стал, но, похоже, я два года назад, это уже давно, по-моему, да? Лет пять обогнал меня на повороте. Кочкин Сергей, представитель Министерства культуры Ивановской области. В общем-то, он как раз представляет ту землю, на которую мы едем, на которую будет фестиваль. И потом пару слов все мы скажем. Константин Голдынский, это мой партнер, организатор уже с той стороны, мы с ним честно поделили. Он взял на себя полную ответственность за Плес, Иваново, я вот за Москву, за подготовку. В общем, с Костей мы плотно очень работаем, и он тоже пару слов потом скажет. И ты, Виктор Голустян, это представитель прессы, очень серьезного уровня, тоже сегодня пару слов расскажет. Ну, давайте, наверное, так же и начнем, как я объявлял. Ром, пару слов. Я хочу получить приглашение и выступить на этом фестивале. И хорошо, что он продолжает традиции, и я думаю, что у этого фестиваля есть хорошее будущее, и он будет набирать обороты, подобно другим фестивалям гитарной музыки, на которых мне приходится выступать. Это, например, я выступал в Польше на очень большом фестивале, который называется «Сэмс Джимми». Там каждый год устанавливается рекорд Гиннеса по количеству выступающих гитаристов и одновременно исполняющих это произведение. Я думаю, что была бы интересная идея попробовать сделать то же самое на каком-нибудь из фестивалей. Ну, и вот в этом году есть еще фестиваль в Калуге, где я выступал в этом году с «Сэмс Джимми». Очень здорово, что фестивалей много, и на них достойные люди, и очень хотелось бы, чтобы он как можно дольше жил, и с своей стороны я сделаю все, что от меня зависит, и в плане промо, и своим выступлением. Поэтому еще раз спасибо, и это действительно очень хорошее дело, которым занялся Игорь. Дай Бог, чтобы все продолжалось. Группа мастеров. Ну, сложно что-то сказать в наше время. Ну, все, наверное, заметили, что очень много в жизни стало искусственного, не совсем настоящего. Может быть, это хорошо, но нам кажется, что это не очень. Поэтому, когда происходят некоторые события, некоторые фестивали, где, ну, не может быть ни настоящего, все люди, которые участвуют в этом, делают то, что они думают. И эта искренность, она хотелось бы, чтобы дошла до всех. Спасибо всем, кто будет нас слушать, слушать всех участников этого фестиваля, и чтобы эти мероприятия в нашей жизни не только музыкальные были, и продолжать жить. Игорь, хочу тебя поударить, что ты пригласил тяжелую группу на свой гитарный фестиваль. Я думаю, что вы это не совсем. Я единственное поправлю не меня, а меня с Костей и с Ивановской области. Да, 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 значит, все, у нас группа, коллектив, да. Да, вам огромное спасибо от меня, от коллектива, и так далее. Так что, спасибо вам. Мы тоже хотим поблагодарить Игоря и всех организаторов фестиваля за то, что нас пригласили. Очень приятно, когда у нас в стране проходит такого уровня мероприятие, где собираются лучшие музыканты, и тем более приятно, что это происходит в таком заповедном месте, замечательном, на берегу нашей одной из лучших рек мира. Вот, и поэтому, мне кажется, фестиваль будет тоже один из самых лучших. Спасибо, что пригласили. Не тяжелую группу, полутяжелую. Очень приятно. Особенно мне участвовать на гитарном фестивале, хотя я играю на скрипке. Как-то я тут сижу, странно вообще. Но очень приятно, спасибо. Ну, Артем скромничает, причем, потому что, когда я впервые услышал этого замечательного музыканта, мне показалось, что он просто подсиживает гитариста, потому что он специально подснял все гитарные фишки Джимми Хендриса, стивая. Еще и тяжелую. Да, еще и тяжелую, да, кстати говоря. А по поводу группы мастер, даже вопросов не возникает, причем, потому что на самом деле они устроили праздник, и здесь дело не в тяжелой, группа это не тяжелая, просто если группа выходит профессионально делать свое дело, уверена, а на самом деле все группы основываются именно на гитарном саунде, и все песни сочиняются, собственно говоря, на гитаре. И Олег тоже скромничает, потому что, ну, есть такая пословица, что басисты неудавшиеся гитаристы, но на самом деле совершенно не относится к нашим басистам, вообще всем великим музыкантам, которые сочиняют песни. И в этом году большое спасибо организаторам, Игорю, Косте и представителям Ивановской области, и все, кто освещал этот фестиваль, потому что это на самом деле праздник, праздник музыки, и каждый музыкант, который выходит на сцене, на сцену, он по большому счету счастлив, потому что он востребован, потому что, как сказано здесь было, в наше искусственное время, хотя время всегда, оно соответствует, как бы, ну, своим условиям, не важно, какие условия, музыка вечно, вот, и каждый музыкант, который выйдет на сцену, я думаю, он действительно сделать от души свое дело, а в этом году я представлю самого молодого гитариста, которого сидит в первом ряду, рок-гитариста Владимира Черноклинова, с которым мы сделаем дуэт, и сегодня мы вам презентуем этот дуэт. Ну, еще немножко хочу, рекламная пауза, сзади у нас вот ERG, видите баннер такой, действительно ERG это израильская компания гитарная, которая активно ворвалась в наш рынок уже пару лет, и буквально с сегодняшнего дня мы ее эксклюзивно представляем по России, Дима Четвергов, Юра сегодня будут играть на этих гитарах, и это действительно гитара уникальная, эксклюзивная, кастом, такой очень серьезный уровень, ручной работы, вот с сегодняшнего дня мы ее официально представляем, так что гитаристов просим обратить внимание, ведущие гитаристы России уже давно на них играют, ну а дальше Миша. Ну, я не ведущий педагог, а гитарист Василий, я тоже на них играю. Ну, во-первых, спасибо всем вам, что пришли поддержать эту гитару, спасибо организаторам за то, что они отважились этот фестиваль проводить второй раз, я надеюсь, дальше будут проводить, потому что это тяжелый труд, я сам провожу фестиваль много лет, многолепие гитары, у меня есть фестиваль такой, и я представляю какое-то подвижничество, буду это все поднять и провести. Не знаю, я дед читал, что говорят, гитара по статистике каждый четвертый или пятый человек играет на гитаре, не знаю, насколько это правда, но в России точно. Поэтому, чем больше будет таких мероприятий, тем больше будет ребят, которые будут этим герном заниматься, то есть, вместо того, чтобы брать, я тоже как педагог разговариваю, вместо того, чтобы брать дубинку и идти куда-нибудь в подъезд, будут брать гитару и играть в окон-рог. То есть, это не только музыкальная сторона, она еще и как бы... И мне очень нравится, что я преподаю на гитаре уже лет 35, если я не ошибаюсь, я когда пришел на ордынку работать. У нас самый молодой гитарист, ему было 25 лет. Дима Андреянов, такой очень хороший гитарист. И сейчас, вот на протяжении 20 с лишним лет, у нас поколение гитаристов очень сильно помолодело, что радует, потому что появляется школа. То есть, то, чего в советское время, к сожалению, не было. Вот тот же Вова Черноклинова, это совсем молодой мальчик. До этого у нас был еще Антон Апарин, тоже маленький, совсем 9-летний гитарист. Чем больше будет вот таких вот мероприятий, тем больше ребят будут привлекаться к этим... И я надеюсь, что когда-нибудь у нас появятся гитаристы, которых будут, ну как сказать, вот скажем, у нас как говорят, он играет как Стива, или он играет как этот... Чтоб там уже сказали, он играет как Вова Черноклинова. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, вечер добрый. Мне выпала честь сегодня приветствовать вас от имени правительства Ивановской области и от Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области. Ну, конечно, вас так назвал Игорь Министерством, они не настолько высоки. Но, тем не менее, вдвойне приятно было бы приветствовать вас уже в Плёсе, через неделю буквально. Во-первых, в первую очередь, конечно, хочется сказать огромное спасибо продюсерскому центру Игорю Сандлеру, потому что это огромное приобретение, и во многом без этой поддержки всесторонний фестиваль, наверное, бы в прошлом году и состоялся. Я хотел бы немножко рассказать в паре слов, почему именно Плёс, потому что в 90-е годы этот уникальный город, город-музей фактически, сейчас в Министерстве разрабатываются, в Министерстве культуры документы о том, чтобы придать особые статусы. Некоторым городам вот Плёс войдет в эту линейку. Плёс фактически погибал. Он не имел туристов, туда никто не ехал. Туда одна дорога, и мостов там нет через Волгу. Тем-то, наверное, был уникален проект, который был задуман Михаилом Александровичем Менем, нашим экс-губернатором, по превращению Плёса действительно в туристический кластер. И в первую очередь, помимо реставрационных работ, восстановительных, которые очень серьезно велись на протяжении почти шести лет, сейчас они уже в финальной, в такой завершающей стадии, было придумано вот направление такое фестивальное. И Плёс действительно стал фестивальным городом и фестивальной меккой. А теперь уже люди туда действительно ездят отдыхать. У нас множество фестивалей проводится. Международный кинофестиваль «Зеркало» проводится в Плёсе. И вот в девятый раз совсем недавно состоялся фестиваль моды, Плёс на Волге льняная палитра, которым руководит наш маэстро Вячеслав Михайлович Зайцев. И джаз играют, и рок, всё играют. Вообще 63 фестивали в Ивановской области проходят, но они все очень узконаправленные. То есть либо соревнуются на рок-феврале отдельно рокеры, либо классику играют на каких-то музыкальных фестивалях в училищах музыкальных. И когда был предложен вот этот проект, первый гитарный фестиваль, который стал фестивалем без формата, конечно, правительство его сразу поддержало, потому что он тем и уникален, что на этом фестивале не нужно соревноваться, можно просто отдаться хорошей музыке. Не важно, играешь ты классику, играешь ты рок, что-то современное, неважно, на чём ты играешь, на акустике, на басах. Это действительно популяризация гитарной музыки. Она была очень нужна, и фестиваль действительно выстрелил, потому что вот месяца два назад начались очень серьёзные звонки. Где реклама? Когда будет фестиваль? Уже июль практически подошёл. Почему в Плёсе ничего мы не слышим? И Константин провёл очень серьёзную работу буквально. Я не знаю, он там дню и ты ночует в Плёсе. Ему тоже очень благодарны. И мы уверены, что первый гитарный фестиваль, он носит вот именно такое название, под номером два обязательно пройдёт. Он действительно будет, Игорь сказал, проходить не в центре города. Но некоторые жители, понятно, не совсем любят громкую музыку. Но тем не менее это даже лучше, потому что фестиваль выехал за пределы центра города буквально на 20 минут пешком по набережной. Это живописнейшее место, местечко Миловка. Это горнолыжный спуск. Зимой он горнолыжный, а вот летом он такой культурный. Наверху можно будет отдохнуть. Там есть ресторанные зоны, внизу будут расположены сцены, причал для яхт. То есть наши гости из Владимирской, Ярославской областей могут запросто приезжать из Нижнего Новгорода. Кто хочет на машинах, кто хочет на яхтах. Мы открыты абсолютно всем. А самое главное, место, выбранное для постановки сцен, оно примет гораздо больше людей, нежели могла принять пристань набережной Волги в центре города в прошлом году. И то, что фестиваль будет идти с часу дня нон-стопом, как сказала Костя, может идти вплоть до самого утра, потому что там мы никому не помешаем. Но самая главная, наверное, фишка этого фестиваля будет заключаться в том, что вы не только сможете насладиться городом, гости не только смогут насладиться красотами города, будут открыты все музейные центры. Можно... Все в шаговой доступности. То есть можно послушать музыку, на электромобиле докатить до города за пять минут, или пешком прогуляться. Ну и, конечно, антураж, о котором мы говорим. То есть, естественно, декорацией становится наша замечательная Волга. А в этом месте она, поверьте, очень живописная. И сейчас просто потрясающая. У Константина есть фотографии, можете потом посмотреть. Игорь, мы еще раз выражаем вам огромную благодарность. Дай-да-бог, у нас все состоится. Ну, а уж если состоится, то первый гитарный фестиваль номер три, четыре, пять и так далее обязательно будут у нас проводиться. Будем искать различные формы. Он должен жить, не останавливаться, а развиваться. Приезжайте к нам. Добрый вечер. Константин Голдынский. Я партнер Игоря по этому фестивалю. Несу некоторые директорские функции. Ну, огромное спасибо прежде всего всем тем, кто приехал в 2013 году на первый гитарный фестиваль. Кого-то мы приглашали, кого-то мы не приглашали, совсем и не ждали, скажем, вот, Гоу-Черноклиного, но, тем не менее, он сел в автомобиль, приехал к нам. Говорит, я, говорит, гитарист. Мы дали ему сцену, и вот, да, гитарист. Ну, и в этом году вполне официально пригласили его. Может быть, фестиваль «Молодой». Фестиваль «Молодой». Мы его проводим второй раз всего. Я думаю, вот, как он задумывался. Вот насчет хедлайнера Игорь говорил, что был Генри. Генри – великолепный музыкант, великолепный человек. Но хедлайнера нет на этом фестивале. Потому что задумывался он как просто такое место общения профессионалов. Но не бывает, все же знают, что не бывает самого быстрого гитариста в мире. Его просто нет. И слава богу. Просто собираются крепкие профессионалы. Это как бы цикл концертов вполне профессиональных людей. В этом году мы немножко ужались, ну, в связи с некоторыми организационными моментами, в том числе и с переездом на новое место. Мы сократили до одного дня, но сам день расширили. Мы сейчас имеем эту возможность. То есть, скажем так, джем-сэшн и, собственно говоря, автопати мы можем вполне по-гитарному до утра продолжать. При этом абсолютно не будем мешать жителям Плеса или дачникам, которые, ну, которым, скажем, или не очень интересно, то есть мы им не будем мешать, они не будут нами возмущаться. И я думаю, что все сложится. Я думаю, он будет набирать силы, этот фестиваль. Извиняюсь, приношу глубокие свои извинения всем тем, кого я не смог в этом году пригласить. У меня масса звонков, но в связи с сокращением именно по времени в этом году не всех, кого хотелось бы видеть, мы имеем возможность пригласить. Я извиняюсь, я думаю, вернее, я знаю, что это фестиваль не последний. Будем двигаться, будем расти и, думаю, будет он первым гитарным фестивалем. Спасибо. Ну, сейчас я представлю, к нам присоединилась очаровательная Наташа. Добрый день. Лидер группы Прана. Группа Прана это, если я мастера представил как тяжелый рок, то это еще тяжелее. Это альтернативный рок, это гранж, это уже такая новая волна. И Наташа с группой переработала со множеством западных звезд, мирового уровня, и Карпыч, и многие другие, на разогреве они объездили всю Европу, Америку, представляя Россию, опять же, и представляя именно гранж. Альтернативный рок. И Наташа, пару слов. Во-первых, хочется сказать огромное-огромное спасибо, Игорь, вам, за эту возможность, за приглашение нас принять участие в этом фестивале. Река Волга – это самая родная для меня река, потому что я там родилась и выросла, провела свое детство. И для меня это большая честь, и это родной уголок, где душа поет, в общем, на столь огромной сцене, и с такими великими музыкантами, гитаристами для нас тоже большая честь сыграть. Спасибо вам за это. Ну, надеемся, что своей музыкой мы разбудим ваши сердца. Сегодня мы откроем конференцию. Вот. Зарядим вас энергией. Прана – это энергия самая сильная, самая бьющая, самая невидимая. Вот. Пусть всегда вас кипит, бушует, бьет огромными фонтанами. Живая, мегамощная энергия жизненная. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Похожая очередь дошла до меня. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представляю Союз журналистов Москвы, общественную организацию столичных СМИ, как федеральных, так и московских городских. То есть в наших рядах, не соврать, 15 тысяч членов Союза. Вот. И нам очень приятно, что мы получили приглашение от Игоры поучаствовать в вашем большом теле. И особенно приятно, что на это мероприятие делегировали именно меня, потому как, скромно скажу о себе, тоже немного играю на гитаре. Совершенно не так, как вы, потому что в основном моя гитара это в преломлении к бардовской музыке, к авторской песне. Этим жанром я занят уже больше 30 лет. И очень приятно, когда вот так вот тепло говорить о первом фестивале, который в прошлом году состоялся. Имею отношение к созданию фестивалей. В 93-м году, в далеком, в маленьком районном городе Переславле-Залесском, на голом месте, мы устроили сначала маленький бардовский клуб, потом и с силами этого клуба собрали первый фестиваль, назвали его громко «Открытие». И вот этому открытию уже 22 года. Вот жаль только очень безумно, что я по времени буду совпадать с вами. И вы будете в Плёсе, а я в Переславле-Залесском 22-е открытие организовывать. И вот это очень здорово, когда что-то новое начинается, ему все помогают как могут, и оно действительно начинает расти. Я вот, например, не представляю, вот если вот я только заикнусь, не пора ли заканчивать в Переславле-Залесском фестиваль, да меня просто убьют. Скажут, что ты делаешь? Так невозможно. Невозможно. Поэтому счастья вам, удачи вам творческих всем. И чтобы фестиваль жил, очень хорошее название. Первый фестиваль номер 2-3. 22-23 и дальше. Удачи вам. Благодарю. Всем спасибо. Ну, а теперь вам слово, если какие-то вопросы, пожелания. Реплики из зала. Приветствуется все. Пожалуйста. Николай Владимирович. Приветствуйте, пожалуйста. Вот те корифеи, гитары, которые сегодня здесь выступают, ну, в рот, а так, будут они участниками этого фестиваля? Или они только собраны, вот, теалии, гитары? Нет, 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 конечно. Все, кто сегодня сидит здесь за этим столом, все они являются участниками фестиваля. У нас марионеток нету таких, которые пришли сегодня. Спасибо. Да, опозначится и все, и домой. Нет, все будут в плесе выступать. Да, пожалуйста. Алексей Певчук, газета «Известия». Скажите, то есть фестиваль проходит второй год, первый год поехало масса людей туда, кто к этой музыке, в общем, был даже имел отношение весьма опосредованное, и все получили серьезно, конечно, надо сказать, и передавали большой привет и спасибо. В прошлом году, когда вы все это задумывали, все ли пошло по накатной, так, как вы предполагали, или возникали какие-то срывы, и приходилось ли в этом году вам что-то дорабатывать? В формате фестиваля, может, в каких-то организационных моментах, вообще в построении, лайнапах, еще что-то? Ну, безусловно, как и все, везде были, в основном фестиваль прошел великолепно, здорово, и очень много рецензий было положительных, и все прошло хорошо. Но организационно, безусловно, мы первый год были, какие-то свои ошибки мы учли. В этом году как раз мы решили провести не два дня, а один день, но на двух сценах. То есть, когда один коллектив закончил, и перестройка, идет инструмент, у нас только живой звук, только все лайф идет, поэтому занимает там время 20-30 минут. Поэтому мы очень логично решили поставить две сцены, так, как происходит и везде на Западе, я каждый год летаю в Лондон на Даунлоуд, это самый крупный в Европе рок-фестиваль, там пять сцен, ну, там и народу, там 100-150 тысяч людей приезжает. И пять сцен, и люди мигрируют по полю, там закончилось в уходе, там полчаса идет подготовка. Плюс мы вывели уже, вот ребята уже говорили, из центра города фестиваль, чуть-чуть сместили его к Ярт-клубу, к лыжному склону, там великолепные тоже места. Да, лес, там, естественно, горнолыжный спуск, и он будет у нас в данном случае как для зрителей место, откуда, как зрительный зал, да, именно используется, а внизу будет стоять пристань, на которой будет, ну, понтон, на которой будет сцена, и наверху уже будет располагаться ресторан, в котором большой, громадный, шикарнейший, такой в деревянном, зодческом стиле ресторан, в котором будет мастер-классы гитарные проходить. Немножко мы, конечно, учитываем какие-то свои ошибки и какие-то недоработки, и в этом году все, я надеюсь, будет еще, еще и так далее. Да. Ну, вот как раз у нас есть задача, в общем-то, показать абсолютно разноплановую гитару, то есть гитара у нас будет и Иван Смирнов играть, это совершенно классическая гитара, и Рома Мирошниченко, это совершенно другая гитара, и тяжелый рок, и хард-рок, и блюзовая гитара, и Дима Четвергов, и Прара в этом году пригласили группу, которая вообще альтернативный рок играет, то есть мы как раз представляем и молодые коллективы, и уже мэтров, которые с именем приедут с Украины у нас, группа Хобот такая, тоже, в общем-то, мы, если сейчас везде мы видим такие оппозиционные какие-то настроения с Украиной, то мы специально пригласили с Украины группу, чтобы показать, что гитара, музыка, она объединять должна, а не разъединять. В этом году будет у нас, правильно Костя сказал, у нас не хедлайнер, я немножко не так сказал, а спешл гест, это, наверное, назовем, специальный гость, тогда был Генн Реподавани, в этом году прилетит из Америки Эдди Батлер, он, правда, не гитарист, но он великолепный вокалист, ну, просто немножко разбавим, он тоже будет, ему подыграют наши гитаристы, будут участвовать в сейшене, и, в общем, такой, безусловно, это уже с элементами международной можно назвать фестиваль, потому что приезжают гости и с Запада, а Украину мы осознанно пригласили, чтобы показать, что Украина это наши братья, это наши исторические братья, и музыка, она должна объединять, и, в общем-то, это, я думаю, показательно будет. Спасибо за вопрос. Да, пожалуйста. Да, да, вот, пожалуйста, можно даже передать вам, пожалуйста, передайте, у нас просто вот Константин принес, мы буквально несколько напечатали, историк на самом, ну, если журналистам надо, потом перефотографируйте и заберите, да, это как раз вот, Володя Черноклинов первый забрал, второй забрал плакат, потому что его фамилия там, я думаю, это, наверное, первый раз, когда Володя, да, напечатали тебя, или было уже, вот так вот на фестивале. Вообще, Володя мне напоминает, у меня лет восемь, наверное, назад, еще в другом месте у меня центр был, ко мне пришел вот такой же, как Володя, мальчик, гитара была где-то сантиметров на двадцать больше его самого, он ее еле принес, и говорит, Игорь Борисович, я вот хочу вам поиграть немножко, я говорю, а что ты, мальчик, играешь, вот Гриша звали, ну и звать, он говорит, ну я весь играю дипеппел, весело диппелин играю, я, да ладно, ты такие слова-то откуда выучил, диппел там, диппелин, он говорит, да честно, я играю, все нормально, я, ну ладно, ну и говорю, включай гитару, ну и пару песен назвал, он так заиграл, у меня мурашки побежали, а был вот такого же где-то роста, как Володя и возраста, и потом он, в общем-то, набрал обороты, сейчас это гитарист группы Серебро, много лет он работал, Гриша, помнишь его, да, он из зимы выступал, Гриша Голубев, в общем-то, меня ужасно радует, когда молодые мальчики практически еще, которые только-только вот еще даже не вошли во взрослую жизнь, а уже очень серьезно занимается гитарой, серьезно занимается музыкой, рок-музыкой конкретно, и это очень приятно, и мы понимаем, что продолжение урок-культуры большой, рок-музыка, это, безусловно, уже давно стало классикой, и рок-музыка это навечно вошла в культуру, в мировую культуру, так же, как и джаз, ну джаз, к примеру, еще в 40-х годах уже его хоронили, и говорили, что джаз умер, и даже с 32-го года первый раз сказали, что джаз умер, в 60-е, в 70-е, когда у Францзапа спрашивали, ну джаз типа умер уже, но он говорит, нет, джаз не умер, он просто так пахнет, поэтому то же самое и рок-о касается, многие говорят, что и Барлин Мэнсон пела, рок-эс-дэд, но, как говорится, не дождутся враги, рок жил, жив и будет жить, просто, безусловно, это уже уходит в какие-то более нишевые вещи, но стадионы, которые на Западе забивает рок-музыка, столько, такое количество людей не собирает ни одна аудитория, и, безусловно, гитарная музыка, гитарист, это первый человек, первый парень на деревне, в группах, поэтому гитаристы, гитара, это основной инструмент, и мне приятно, что мы проводим именно гитарный фестиваль. Еще, пожалуйста, вопрос. Собственно, касательно как раз молодого поколения, но кондитерских фестивалей, это все-таки взрослые фестивали для взрослых людей, или все-таки как-то организованно работать с детьми, и можно назвать семейным фестивалем в семейном празднике? Ну, безусловно, это семейный праздник, потому что как раз гитарная музыка, она ее слушает как молодежь в виде Володи, так и умудренный опытом и в 80, и в 70, и в 90 лет, ну, все выросли на гитарной музыке. Вот Миша как раз преподает гитару, ну, уже много десятилетий, и, конечно, он обучает молодежь, но потом они с возрастом вот сами становятся уже наверняка у тебя, кого ты преподаешь, они уже преподают наверняка, он уже прадедушка, вот, так что это вечная музыка, вечная музыка, гитарная музыка, и просто меняется направление, были в 19 веке семиструнные гитары, шестиструнные, это все меняется, но, в принципе, это абсолютный диапазон, громадный диапазон любителей, и, конечно же, это семейный праздник, потому что люди и молодежь, сейчас у молодежи, у молодежи громадная волна, новая волна пошла, вот, все же по спирали развивается, новая волна интереса к музыке, я знаю, есть просто громадные течения, которые увлекаются там молодежью, там, 16-18 лет, которые увлекаются только 60-й музыкой, это Beatles, Rolling Stones, Beach Boys и так далее, кто-то Hard Rock 70-е, кто-то, Metal Glam Rock 80-е, кто-то Grunge 90-е и так далее, и молодежь делится вот прямо на какие-то клубы по интересам, вот, десятилетиям делится, увлекаются, а кто-то все подряд слушает, кто-то всеядный, музыка, в принципе, не бывает, не делится на направление, а делится на плохое и хорошее. Спасибо за вопрос. Я еще добавлю по этому поводу, вот, если в советское время была такая тенденция, что талантливые дети, да, скажем, с абсолютным слухом, ну, вот их отлично отдавали на скрипку или на фону, да, значит, если что-то хуже, то контрабас или волтор. Сейчас вот эта тенденция, слава Богу, прекратилась, очень много, вот, почему гитара сейчас стала сильно расти, потому что очень много талантливых, по-настоящему талантливых детей приходят учиться играть на гитаре, то есть родители не давляют над ними, а позволяют им самим сделать выбор. Вот среди моих студентов много ребят с абсолютным слухом, раньше этого невозможно. Поэтому я надеюсь, что будет все хорошо, это действительно семейное дело. Я извиняюсь, я один отвечаю, ребят, если кто-то хочет сказать, Рома, спасибо большое, мы попрощаемся с Романом, у него сейчас выступление еще, да. Вот если кто-то хочет, да, если кто-то хочет что-то сказать, ребят, и вы добавляйте мне. Еще какие-то вопросы есть? Дмитрий Четвербов, в первую очередь, вопрос, обучательник прошлого фестиваля. Был ли что-то, ну, был ли кто-то из музыкантов, кто особенно зацепил, и вообще, вот как вы рассматриваете фестивальные дела, вот, возникают ли какие-то коллаборации интересные, то есть, ну, ты увидел музыканта, собственно, потом создался никакой, что-то интересное. И, собственно, к остальным музыкантам тоже проект случался ли вот в практике фестивальный, когда вы играли какие-то такие встречи с музыкантами, которые приводили потом сотрудничество. Ну, во-первых, я повторюсь, вот, мне Володя Черноклевна написал в фейсбуке сначала, и я его отправил, там, скажем, ну, грубо говоря, по инстанции, там, в дирекцию, там, написал, там, ей директора, Валентина, пригласил, он, как раз, в плюс, он приехал, и впервые по-настоящему я в живьем-то его там не услышал, так, ну, скажем так. И, ну, на самом деле, как я уже сказал, это действительно праздник музыки, и вот по-настоящему глаза разбегаются, потому что мы, вроде, все друг друга знаем, да, и прекрасно, и много лет. И это, этот фестиваль, действительно, возможность живого услышать друг друга, послушать друг друга, что очень редко бывает, мы же не ходим друг к другу на концерты, ну, так получается, что, ну, все заняты сами собой. А фестиваль — это удивительная возможность друг другу послушать, друг друга услышать, и по-настоящему, ну, скажем, восторгаться друг другу. Опять же, говорю, про группу «Мастер», я всегда к «Судовуюсь» им слушаю, да, и здесь просто, вот, ну, кайфанул от этого саунда, от этого мастерства, вот группа «Мастер» подтверждает свое название, мастерство «Настоящий». И это, на самом деле, большой уровень, там, Ромер Мирошевиченко, Иван Смирнов, да, Дима Малолетов, перечислять, то есть все участники и вся палитра гитарной музыки, как было здесь сказано, и с малых лет, и по большому счету, неважно, на каком инструменте ты будешь играть, просто гитара, на мой взгляд, самый удачный и удобный инструмент для исполнителя, ты взял с собой копр и поехал куда угодно, гитара всегда с тобой, и все, и неудивительно, что самые великие хиты мировые были написаны все-таки под гитару, ну, там, исключительно, конечно, «Волтон Джон», неважно. Дело в том, что, еще раз повторюсь, это возможность нам, музыкантам, гитаристам, в первую очередь, да, показать свое сокровенное, и возможность услышать своих коллег по-настоящему, услышать, живьем услышать и оценить. Конкретно назвать что-либо, наверное, сложно, все-таки, опять же, говорю, мы немножко заняты сами собой. Вот я предложил Володу Черноклевну сделать проект, так мы его назвали, будем его представлять, как время Че, наступило время Че, сейчас четвергом Черноклевну представляют новое реализационное движение, как бы, я передаю свою стафетную палочку, то есть свой опыт, свои наработки предлагаю молодым гитаристам взять на вооружение, они, в свою очередь, будут показывать уже свое время другим гитаристам. И так вот рождаются, как и что-то новое может и родиться. Спасибо. 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 Еще вопросы задавайте. У матросов нет вопросов. Ну, давайте, да. У нас есть вопросов для участников этого фестиваля. Он должен мне ответить, что в августе украине жарко будет какой-нибудь украинский фестиваль? Что будет? Тенек. Тенек? Ну, конечно, от гитары, знаете, как тень. Ну, и вот так вот, как, как, гриппа вниз и прикрыса от солнца. Про тенек спрашиваете, боитесь солнце напечатать? Нет, вот Константин взял уже действительно микрофон. Будет тень. Будет тенек, будет солнце, и даже Волга будет. Ну, прорабатывает сейчас вопрос, он, наверное, будет решен, мы надеемся, о выделении шатров. Это будут гостевые шатры, то есть и для участников, и для прессы. То есть, куда скрыться, где остановиться будет и у музыкантов, и у приезжих журналистов, и, конечно, у гостей. Так что не волнуйтесь. А потом, вообще, на этом склоне территориальное солнце так хорошо ходит, что оно практически не печет сильно. Оно так за лес уходит тихонько и появляется уже на закате, как раз, когда, наверное, будет звучать самое поразительное хитрис. Действительно, там просто, ну, как амфитеатром склон идет, и солнце уходит там за горой, и там жары особо не будет. Но самое главное, что фестиваль проходит прямо на Волге, на реке, и от реки всегда прохлада идет. Поэтому, во-первых, во-вторых, мы все, конечно же, помолились как следует, и погода будет замечательная, потому что мы все этого просто хотим. Ну, по инфраструктуре, конкретно, что конкретно? Ну, будет, во-первых, на горе ресторан, шикарный ресторан, построен суздальским дизайнером-архитектором. Там стоит побывать, там просто как в музее, вот в этом ресторане как в музее. То есть туда люди приезжают на автобусах, на экскурсии, просто посмотреть, как сделано, а внутрь заходить, и вот как вообще вот эти вот бревна друг с другом взаимодействуют, это не проще, чем хорошо играть на гитаре. Этот ресторан будет работать. Будет, ну, у нас, скажем таки, у нас секретные спонсоры, которых запрещено рекламировать. То есть их, скажем так, их крантики будут, вот этих спонсоров секретных, будет прям, то есть где-то между этими двумя сценами будет работать кафе, там столики. То есть все шатрами, наверное, там не будет смысла закрывать, но будет, будет и тенечек, будут кафе, я думаю, что будет шашлык-машлык, да. И будет Плеский лещ. Плеский лещ, это будет. Ну, Плеский лещ, это как раз к секретным партнерам фестиваля. Он как раз вот подходит, вот прям, комплект. Ну, и будут, у нас есть предварительная договоренность, вот в понедельник, во вторник уже будем утрясать, но есть предварительная договоренность, что из города будут ходить электромобили прямо до площадки, прямо до площадки концертной, то есть чтобы могли, да, ну вот, кому-то очень интересно того же Ивана Смирнова послушать, да, а вот более тяжелую музыку, он думает, я поброжу, погорели там, в тишине. Ну, люди все разные, и это замечательно, это хорошо. Поэтому попытаемся предоставить такую возможность, чтобы можно было как-то переделяться по Плесу. Спасибо за вопрос. Дождь, 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 нет, дождь, дождь заказан на, дождь заказан на пол второго ночи, то есть вот как раз когда Джим Сэйшн уже войдет в решающую фазу... Это как раз то, что вы спрашиваете, учли ли мы прежние недостатки? В этом году не будет дождя, в том году он немножко помешал, так что с трусами вашим будет все в порядке. Так, ну, наверное, Дима еще, вы знаете, по поводу дождя, вот я с принципа заглянул на гесметию, они у нас обычно всегда врут, но вот тут пишут, будет 32 градуса тепла, вот, наверное, и облачно. Нет, и дождей вообще не обещают, смотрите, две недели. Так что будем надеяться, что все будет в порядке. А что, вас остановит дождь? Ну, помогли мы в прошлом году, ничего, все было приятно. У настоящих рокеров дождь неосторожен. И сегодня он шел замечательно, несмотря на дождь. Вот, 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 отлично, правильно, правильно. Действительно, на даунлоуде, вот в том году я был на фестивале, там проливной дождь был, там ACDC, кто только не работал. Народу вот сто тысяч, как стояли, так и стояли, несколько человек в зонтике достали, а так, неважно. И на сцене только шел дождь, это плохо, что замыкать могло, но там люди разделись и, в общем-то, плавали. Дим. Я еще хотел добавить несколько слов благодарности в адрес компании ERG. Это действительно удивительная компания, израильская фирма. И вот Юра Матвеев не даст собрать, эта гитара стала для него. Ну, как основатель компании Пуслан Давыдов сказал, что гитара для музыкантов, это все равно, что жена. Стала он тебе жена, я скажу, да? Да. Так вот, понятно. Ну, действительно, правильно, если инструмент греет, если инструмент близок к тебе, вот я, например, привыкал тоже долго к этому инструменту, после таких фирм, как Джейксон, там, и Айбанес, Гибсон. К этому новому инструменту, к этому новому слову в мире гитарных брендов компании ERG представил этот инструмент первого мне в России музыканта, и я долго привыкал. На самом деле, это действительно то, что греет по-настоящему, даёт новые силы и возможности что-то новое сочинять, новое выносить на суд зрителей. Я думаю, что в этом году мы с Юрой не подкачаем, но Суджан, наверное, не сможет. А, да, Суджан не сможет, да. Ну, ладно. А, Дмитрий Малалитов еще будет представлять тоже, он там, будет он тоже, Дмитрий Малалитов, да? Вот три музыканта будут представлять этот замечательный бренд. Я думаю, что спасибо, во-первых, еще раз повторю, этой компании ERG, которая нам представила возможность сказать этих инструментов. Мы порадуем вас и всех зрителей плюсов. Так, кстати, в прошлом году я наблюдал, ну, это уже не по отношению к компании, не по отношению к бренду, я наблюдал просто реакцию зрителей, простых людей. Вот, ну, скажем, идёт человек Ассахи, да, и на сцене интеллектуальная прогрессивная музыка звучит. Он так постоял, послушал, так почесал, да, такого еще не слышал. Интересно. И так же вот люди проходят, слушают и своё внимание заостряют. И я считаю, что это правильно показать народу, что есть только не первый, а второй канал, и там, скажем, не русское радио. А есть еще какие-то интересные... Люди об этом даже не знают, об этих стилях и направлениях. Просто понятия не имею, потому что настолько широка палитра гитары. И нам просто действительно по-настоящему выдаётся счастливая возможность еще раз показать свое творчество, порадовать людей. Я думаю, что это просто будет праздник души и сердца для многих. Кто приедет из Москвы и из других городов, конечно, для тех коренных жителей, которые в прошлом году увидели, послушали, им понравилось, придут вновь в нас услышать. Ну, давайте еще пару вопросов, и перейдем к музыке. В прошлом году здесь в президиуме заседал Михаил Козырев. Началась немножко из другой, по-собски, музыкальный. Но он произносил всякие слова, как он находит на себя, музыку и прочее. Вот. Ну, получается, он, как у меня особо впечатлился после прошлого года, после чего его в этом году нет. И вообще что-то изменилось? Все-таки один из принципов фестиваля было какое-то продвижение этой музыки. Получили ли вы, может, какую-то определенную поддержку в семье? Еще как-то заинтересовался как-то народ? Не, ну, безусловно, была очень большая волна и очень большая резонанс и в средствах массовой информации. Очень-очень большой интерес был к фестивалю. И в этом году и из Франции, и из разных стран у меня были тоже звонки и по электронке связывались с людьми. И спрашивали, будет ли фестиваль и будет ли продолжение. И действительно у нас был такой непростой период, потому что все требует определенных денег, средств, и трудно сейчас найти спонсоров. Но, тем не менее, в этом году мы продолжили эту традицию. Я надеюсь, она будет постоянно интересный резонанс, конечно же, есть. И порой очень многие это высказывают, а многие просто принимают и понимают, что вот такой фестиваль прошел. И это уже по сознанию у людей есть, что проводится в Плёсе гитарный фестиваль ежегодно. Поэтому для нас очень важно было, чтобы сохранились традиции, в этом году его провести. Потому что проблем достаточно много. Все это прекрасно понимают, что это абсолютно не коммерческое мероприятие, абсолютно не коммерческая музыка. Это интеллектуальная, это классическая музыка уже. И, в общем-то, везде и раньше существовала поддержка государства. Сейчас государство, к сожалению, не поддерживает ни эти направления. Поэтому приходится самим крутиться в вертельце. Но, слава Богу, есть люди, которые неравнодушны к этим направлениям. И которые все-таки нам помогли в этом году провести этот фестиваль. Куда Козырь пододелся? Козырь пододелся. Ну, вы правильно задали вопрос, что это немножко из другой тусовки. Да, наверное, действительно, то, что испугался в том году, да, или что-то еще. Но в этом году мы все-таки решили пригласить людей уже, те, которые реально имеют прямое отношение к инструменту гитары. Ну, давайте последний вопрос. Созревайте и перейдем к музыке, да? Есть вопросы, нет? Ну, хорошо, тогда сразу переходим к музыке. Всем большое спасибо. Всех ждем второго в плесе. И сейчас в соседней комнате легкий фуршет. Выпить, закусить. 10 минут перерыв. И начинаем небольшой концерт, который... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!